господа и дамы вновь желаю вам здравствуйте надеюсь что смотрите и учитесь и очень надеюсь что будет тон из учеников которые будут смотреть эти видео не забываем что разминка обязательно и все базовые круговые упражнения тоже обязательно обязательно позже расскажу для чего и почему но это обязательно вот после вот этих всех базов каждый раз когда вы занимаетесь обязательно каждый раз разминка обязательно каждый раз вот эти базовые круговые упражнения все обязательно нужно проделывать как правой так и левой рукой фанатизма не обязательно раз десять раз в одну сторону 10 раз другую сторону главное что получалось правильно то есть подкручиваете шашечку пальчиками можно подкручивать дальше переходим к восьмерку восьмерки есть разные начнем с простых простая восьмерка это восьмерка перед собой сверху вниз то есть вот таким вот образом она делается если делаем кистью то она вот таким образом делается как бы плашмя проходит ну потому что работает кисть и такая вот она здесь тоже важно различать лучше сразу привыкать лучше сразу привыкать понимать работу кисти предплечье и плеча сейчас я покажу вот таким вот образом кисть у нас работает подняли опустили переходим предплечье и плечо опять предплечье и кисть вот так же тоже самое делаем левой рукой то же самое делаем левой рукой по перехвату медленно по медленно по медленно вот таким вот образом кисть у нас работает плечи и плечо с плеча удар наносится не тыльной стороной как с этой стороны мы наносим удар так с этой стороной наносим удар острием плече уже идет обухом и кисть эту восьмерка делается как перед собой правой левой рукой то есть шашечку взяли другую руку то же самое левой рукой поделали подняли пустили также это восьмерка корпус прямо так самая восьмерка сверху вниз но сбоку то есть таким вот образом сейчас я повернусь чтобы было видно вот таким вот прямой рука помешает либо держали его спиной кому как удобно это упражнение делается как правой левой рукой сверху вниз сверху вниз перед собой по бокам сделали восьмерку есть восьмерка обратно это мы делали восьмерку сверху вниз есть восьмерка снизу вверх то есть здесь мы наносим удар острием уже с кисти то есть восьмерка снизу вверх она делается также есть у нас работает отдельно вот кисть предплечье и также плечо опять предплечье и кисть то же самое делаем левой рукой и все эти упражнения делаются как перед собой так и сбоку то есть вот таким вот образом корр я рука просто сидеть здесь 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 если помедлене вот раз также как правой так и левой рукой это обязательно тоже все эти восьмерки двумя шашечками также можно бабочка такая своеобразная над головой над головой это восьмерка если мы поднимаем вот эту восьмерку прямую мы делали с вами перед собой сбоку вот она сбоку видите да поднимаем руку и для того чтобы шашка не пошла в нас в лоб для этого помните круговые движения почему я говорил что круговые движения эти очень важны потому что в восьмерках правильность этих круговых движений будет от правильности этих движений будет зависеть ваша безопасность вот смотрите вот это круговое движение оно идет у нас просто круг до над головой горизонтально полу горизонтально земле и вот это у нас восьмерка смотрите получается таким образом здесь она вот так идет а когда мы поднимаем шашку чтобы себя не задевать один круг у нас проходит горизонтально полу а второй вот так правой и вот это обязательно нужно было горизонтально для того чтобы тебе не задеть в голову и не травмировать себя потому что палочки тоже можно зарядить ну это ладно так и отвлекся по обратной восьмерке по обратной восьмерке вот мы делали с вами обратную восьмерку также ее делаем сбоку она также если мы поднимаем руку то же самое проходит у нас вот мы с вами делали круговые движения на себя так и вот себя вот и вот если прямая восьмерка восьмерка сверху вниз которая проходит она получается на себя то обратная восьмерка снизу вверх если поднимаем шашку этот круг у нас получается от себя вот таким вот образом как правой так и левой рукой все эти восьмерки делаются потому что мы казаки как двух руки также опускаются делали левой рукой не всегда сразу будет получаться постепенно потихоньку но получится всегда получится не может быть такого что не получилось у меня множество учеников как из кадетских классов так и взрослых ребят и девушки занимаются всех все получать конечно не с первого раза ну упорство тренировки всего доброго желаю вам успехов